А где еще в Кирове ждут и ведут ремонт дорог? В сюжете Елены Чехомовой. Дорога ужасная. За все лето народ просто уже устал ездить, уже просто морально устал. Много эмоций на тему родной дороги у Ильи Нагорного. 13 лет живет в районе Костина, а такой плохой дороги от Кирова, как сейчас, не припомнит. Говорит, вроде ремонтировали, да ненадолго хватало. Была Гренландия, засыпали срезанным старым асфальтом ямы. Прошла Гренландия, ровно через три дня прошел дождь, ее просто размыло, и в обочине был тот же самый асфальт. И вернулись к этой же проблеме, как ее не было, так и нет дороги. И это не единичное мнение. Так, по итогам голосования на сайте общественной палаты, участок дороги Киров-Русская у кировчан занял пятое место. Более 200 человек отметили, что именно его нужно ремонтировать. Данное голосование передали в городадминистрацию. И там их учли, говорит исполняющий обязанности начальника управления благоустройства и транспорта Дмитрий Печенкин. Так, с учетом мнения населения и результатов общественной палаты, это участок дороги от деревни Першина до съезда на поселок Сосновый. То есть до 1 сентября у нас стоит по графику срок выполнения работ. На сегодняшний день по данному участку заканчиваются геодезические работы. И я думаю, что в ближайшее время мы приступим уже на месте к производству работ по укладке асфальтобетонного покрытия. Этот участок на карте ремонта дорог на сайте общественной палаты выделен желтым цветом. Это значит, что работы здесь уже ведутся. Всего будет отремонтировано 14,5 тысяч квадратных метров на 22 миллиона рублей. И это будет не ямочный ремонт, как предполагали местные жители. Этот участок будет полностью выложен в асфальтобетонный. Не участками, да? Не участками. Участок от Першина до съезда на поселок Сосновый. Полностью будет сделано? Полностью. В один слой, наверное, да? Нет, выравнивающий слой и верхний слой. А вот улицу Московскую, что как раз и переходит в дорогу Кирофрусская, отремонтировали. Сейчас она сделана до проспекта строителей. Но работы здесь будут вести до пересечения с Ульяновской. Причем с расширением дороги. На данный момент получают разрешение на перенос сетей, на расширение дорожного полотна. Такие работы ведутся. И, наверное, я думаю, что до сентября месяца они постараются закончить работы, связанные с этим участком. Прямо сейчас работы идут на Герцена. От Октябрьского проспекта до Горького. Двух сторон обордюрим. Там с той стороны еще поребрик будет. Тут будет тротуарчик. А тут, значит, асфальтироваем. Давно отфрезеровали и заасфальтировали улицу Ленина в историческом центре. Однако разметки здесь не было. Ее сделали лишь этой ночью. Так что теперь работы здесь можно считать завершенными. Что касается города, то в администрации сообщили, что выделенные на ремонт дорог из всех бюджетов деньги, а это порядка полумиллиарда рублей, уже разыграны. А сэкономленные на торгах деньги уже направили на закупку противогололедной смеси к зиме, ремонт тротуаров и установку ограждений. Елена Чехубова, Николай Шахарбеев, Бюро новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!